Кирилл, здравствуй. Давай расскажи нашим зрителям, откуда ты и как попал в волейбол? Может, занимался какими-то другими видами спорта? Здравствуй. Я вообще в Санкт-Петербурге, мне 19 лет. Занимался я, как все, пробовал все виды спорта. Плавание, футбол. Даже один день пришел, меня поставили на ворота и сказал, что это не мое. Я прям чувствовал, что нет. Пошел на плавание, плаванием занимался. А ты сам целенаправленно или даже, может, родители отводили? Ну, все хотели, все родители хотят, чтобы сын был спортивный. Сам характер воспитывает спорт, силы более физически крепкие был. И занимался плаванием три месяца. Не было у нас бассейна, просто воды не было. Это было очень скучно. Я сказал, нет, тоже не мое. Потом в школу был случайный набор на волейбол. Мы сидели дома с другом. Ко мне пришел друг, сказал, пойдем сходим. Я говорю, да зачем это надо вообще на волейбол? Что это такое за вид спорта? Неинтересно, да. Я говорю, мне пока компьютер и все, потому что ничего интересного. Как раз только появились. И мы тогда, я говорю, ну ладно, пойдем. Пришли с другом на волейбол. Все, прошел год. Я занимаюсь, вдруг уже не закончил. Потом тренер такой поговорил с моими родителями. Говорит, так и так. Вот есть большая перспектива. Уезжание с города, можно сказать. Потому что Комсомольск такой непреспективный город. Очень далеко, очень сложно показать. Засветиться, опять же, да, в какую-то команду, чтобы попасть дальше. Причем не только в спорте, а вообще не потеряться, как можно сказать. И получается то, что он поговорил с родителями. С родителями сказали, да, мы согласны там и поддержим это все. Потом меня перевели в старшую команду, которая была в городе, вообще, которая играла среди мужских команд. Мне это было страшно, по крайней мере. Мне там сколько лет было? Лет, наверное, 10. Ну, конечно, у каждого. Это первый опыт такой, конечно. Там, пацанам уже по 15 лет, как бы, тогда мне казалось, вау, я так играю. Это вообще... Дальше ты попадаешь в Новосибирск. Там сначала играешь за молодежную команду, правильно? Расскажи про тренировочный процесс. Потому что вообще там тяжелые тренировки у вас в проекте проходят. И вот нам надо было быстрее потренироваться, позавтракать. Детим в учебу, наверное, потом возвращались опять на тренировки. Да. И, получается, заканчивая свою учебу, через 40 минут у нас сначала тренировки. Мы так бегали, вот год мы так бегали точно. Поступило предложение от тренера, говорит, ну, во Владимир, попробуй себя. Это уже другой чемпионат, вышли ЛИГБ. Тебе легко далось это решение, потому что уже... Да, я сразу был готов, да, уже поехать. То, что... Ну, так же было интересно, то, что другой коллектив, там старшие люди. Тут мы играли, получается, 92-й был год старше. А тут там уже и за 30 лет, кого было... Ну, более возрастные такие игроки. Ну, и, получается, попадаешь с Владимира, вы играете в нашей зоне, где как раз играет АК. Да. Когда были, у вас, получается, постоянные пудинки, как тебе вообще казалось, эта команда Калужская? Какое впечатление у тебя на зоне? Первый раз, когда я ее видел, это было повыше ЛИГА, второй тур вообще в чемпионате. Мы приехали сюда в Астапирском суда, выигрывали 2-0 по партию вообще, причем в легкую. Что-то так произошло, не знаю, что. И все, и уже летим. Проиграли 2-3 первую игру, хотя ввели очень большим счетом в третьей партии. Вторую игру, потому что не смогли расправиться с набором, то, что проиграли первую там безнадежно. Проиграли вторую. Это был первый момент, вот такой, блин, как Калуга вообще, как мы тогда проиграли. И тут так получилось, что вот приезжает Владимир, приезжает Калуга на товарищеские игры, там играли. Приехали болельщики, и болельщики очень приезжают, причем вот 5 часов я когда Владимир, болельщики приехали с флагами, со всеми. Эмоциональная команда, наверное, была на подъеме, то, что вот болельщики за ними ездят. Было интересно то, что как бы фан-сектор есть. То есть не часто сталкиваешься с волейболем, именно с таким, то, что прям приезжают именно за командой. Понятно, дома постоянно. Да, такого не было, причем дома постоянно бывают болельщики, причем здесь очень полный зал собирается, как бы аншлаги такие бывают. А то, что на выезды еще ездят, как бы и клуб этому не препятствует, наоборот, даже поддерживает это, с собой там берут. Все-таки интерес, более такая мощная структура по сравнению с Владимиром, именно клубным. Ну, как сейчас, да, если будете ехать на какие-то игры, это свои болельщики, своя поддержка, они как раз помогают. Но в какой-то момент и болельщики решают судьбы в игре в какой-то. Хорошо, а как, во-первых, появился вариант именно Сакой? Сакой, это вот, наверное, в конце сезона, спустя месяц отдыха уже был, спил звонок от главного тренера. И вот было предложение приехать сюда, вообще, вот были у вас студенческие игры, было бы, ну, приехать на, ну, посмотреть команду. Так я уже команду знал, причем мы вот играли в чемпионате, я уже знаком был с тренером. И, ну, со всей командой, можно сказать, дружеские такие отношения, более такой команды, такой не было, с кем мы так более плотно общались. И, как бы, я не так, чтобы сильно раздумывал, но я взял там пять дней, говорю, ну, то есть подумал. Ну, и решил хотя бы посмотреть, да, наверное, приехал, просто посмотреть, как вообще это все было. Приехал, посмотрел, поговорили с тренером, поговорили с руководством, все это, обсудили, все нюансы. Ну, вот, 16 июля, получается, приехал уже на сборы сюда. Так, и сразу попадаешь на такой интересный первый сбор, он был в лагере смены. Расскажи, это первый такой опыт просто. Ну, именно, как раз команды, ты в лагерь детский приезжаешь. В лагерь детский, да, это был первый раз, потому что в Новосибирске мы были на базе на Новосибирске, либо в Анапе на сборы. Во Владимире мы были, там, база отдыха была. И тут, получается, и дети бегают, которые летом 12-14, маленькие, они выходят на зарядку, и выходит профессиональная команда на зарядку с ними вместе. И, причем, у нас зарядка такая более плотная была, более мы так усердно заработали на зарядке, потому что всем хотелось. Дети не хотели с вами тоже позаниматься, смотря на вас, потому что там тоже спортсмены все. Они боялись это делать, они не смогли утром это сделать, что мы делали. Так, ну и главная цель вот именно этого сбора, какая была у команды? Это именно физические нагрузки? Ну, изначально по полмесяца, который мы провели в смене, там была подготовка к основным нагрузкам в Белоруссии. То, что подготовить, чтобы не было никаких травм, подготовить все мышцы свои, потому что длительный был отпуск. То есть физику заложить на весь сезон, чтобы у вас полностью, пока без мячей, чтобы вы были готовы к сезону. Мячей вообще не было, не помню, чтобы какие-то мячи были. Мячи вот только по признаку Калуги, только на второй день тренировок. Так, ну, получается, такой интересный опыт, да, и дальше уже идет сбор в Белоруссии, Кобрин. Опять же, расскажи, чем там именно занимались, как тебе Кобрин? Может быть, там были какие-то походы с командой, которые тебе запомнились? Ну, приехали мы в Кобрин, это мы ехали 10 часов в команду. Это был первый опыт вообще в поездке такой длительной, особенно вот. Это вообще было 10 часов. Игорь Шакиров вас радовал в этой поездке? Что-нибудь рассказывал в 10 часов? Так радует, каждый день радует нас какими-то новостями, либо какими-то шутками. И мы приехали в Кобрин, первый раз я был в Белоруссии, как бы очень чистая такая страна. И мы приехали, для меня как бы это было необычно все, за границей сборы, это первый раз был. И мы начали тренироваться, тренировались даже без мячей, утром только не было зарядки. Вот тренировались две тренировки, были сложные такие тренировки бывало. Как я смотрел сюжеты, в основном это была качалка, как назовем, да? Качалка была, да, и фитнес там был чуть ли не каждый день у нас. Фитнес более, как так давал, сложнее, чем тренажерный зал. Тренажерный зал также прийти в силу, форму мышцы привести более такие в тонусы. И потом мы начали играть с факелом, товарищеская игра у нас была, с этой же молодежной командой, которая приезжала. То есть только в Кобрине сначала с ними играли, да? Да, первый раз мы с ними играли. И мы там выиграли тоже их, как бы это было первое касание мячей, потому что вот больше такого не было. Ну и сейчас недавно опять же играли с командой. Расскажи, ну во-первых, сначала мы знаем то, что должен был приехать в основном составе, но они не смогли, руководство обещает, что скоро будет матч в основном составе. Но вообще как вот с молодежной этой командой, как складывался матч, потому что я видел то, что во второй партии проигрывали 10-4, но все равно там нашли себя силы. Или, может, просто такой настрой еще был не сильный, потому что это товарищеская игра. Расскажи вот именно об этой игре. Ну, наверное, настрой был, но настрой был показать себя больше. И как бы кто-то перегорел, может быть, кто-то не хватало сил еще морально, как-то не было такой, может, мотивации такой сильной, что прям вот обязательно надо выиграть там. Играли как бы для себя были, для зрителей, и получилось так, что проигрывали в второй партии, чуть ли там не 8 мячей. И вот вышел наш капитан на подачу и вот исправился ситуацию, как бы помог команде. И вот мы выиграли игру первую, и вторую игру мы тоже выиграли. Как бы молодежная команда, по сравнению, через полгода она будет по-другому совсем выглядеть. И то, что сейчас приехало. Также они начали, наверное, чуть позже нас тренироваться на сбор, наверное, с августом начали они тренироваться. Ну, у всех идет сейчас подготовительный процесс, и у вас, и у них. А когда уже будет сезон, настрой будет другой, и будет более серьезная, наверное, игра. Да, все верно. Хорошо, смотри, получается, сейчас отойдем немножко от волейбола, о своей личной жизни. Немножко расскажи, пожалуйста, чем. Вот ты приехал в Калугу, уже удалось побывать, наверное, в каких-то местах. И вообще, как ты проводишь? Может, есть какие-то у тебя хобби? Может, вы играете на приставках с игроками? Как проводишь свое личное время? Если оно у тебя есть? Я понимаю, что немножко. Время совсем немножко личное есть. То, что по одной тренировке в день. Так мы бываем, собираемся, конечно, стараемся собираться с командой. Там также у кого-то семьи есть, вот тут не получается. А так мы собираемся либо у кого-то дома, либо в каком-то заведении. Более-то, в спокойном месте, где посидеть можно, пообщаться, как бы более сблизиться с игроками. Как бы, чтобы мы были как, ну, одна машина. И такого, как бы, основного хобби нет. Так вот, играем приставки там более-менее. Ну, тебя можно назвать более семейным. То, что даже если ты гуляешь с друзьями, то все равно это просто какие-то такие заведения. Просто отдохнуть. Просто расслабиться, просто, наверное, поговорить. Да, отдохнуть именно и физически, и морально, мыслями. То, что очень сложно вот на протяжении всего сезона, мне кажется, будет. То, что вот мы отыграли в том сезоне уже. Очень сложно держать форму именно физическую и моральную. Тем более, то, что играть те игры. Так же ты переживаешь после каждой игры. Что-то так не получилось, что-то здесь не получилось. Победы забываются быстро, а поражение очень долго сяло в голове. То, что надо как-то отдыхать и телом, и душой. Ну и давай, наверное, в конце расскажи, наверное, о своей главной цели в волейболе. Какие у тебя сейчас стоят, ну и, наверное, самая главная цель, как ты можешь ее охарактеризовать? Ну, сейчас главная цель, конечно, хочется помочь команде и как бы себя проявить с хорошей стороны. То, что вот, что я могу. Также научиться чему-то более новому, более совершенствовать себя хочется, конечно. И ты мне говорил, что ты, опять же, играл уже с игроками, которые играют из-за молодежной сборной России, из-за основной сборной. Реально вообще попасть обычному парню? Конечно, реально. Они же такие же люди, что другие. Две руки, две ноги. Так же люди играют, так же стремятся к всему. И думаю, каждый спортсмен хочет попасть в сборную. Мне кажется, главная цель вообще у спортсмена. Если ты профессионально занимаешься, тебе это нравится, то без этого не может быть. По-любому такие мысли присутствуют. Все хотят этого. Безусловно. И также я не скрываю то, что я хочу попасть в сборную, проявить себя там. И, конечно, хочется играть дальше. Ну, я тебе хочу сказать то, что я тоже верю, что у тебя все получится. Удачи твоей команде. Надеюсь, ты попадешь в сборную России. И мы, наши телезрители, будем следить с тобой. Спасибо огромное, что пришел к нам в студию. Спасибо большое. Приходите на игры. Будем стараться.